Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на танке Т-54 на карте Утёс. Т-54 мне очень нравится, просто отличный танк. Приятно всегда поиграть, потому что динамичный, быстрый танк, который способен везде успеть, везде подамажить, подсветить даже где-то. Плюс маленький силуэт, но правда у меня не прокачана маскировка, но скоро я сброшу перки и поставлю маскировку обязательно на этот танк, потому что чувствуется, она тут очень нужна. Заезжаю я тут на центр, вижу, FCM едет. Для него на самом деле эта позиция довольно плохая, не ездите туда на FCM. Я ему даю дамаг, ну а хотел еще по типу кинуть, но не получилось. Вообще я хотел еще подсветить центр, чтобы арта как-то отработала. Все-таки есть две арты, сам я стараюсь особо не останавливаться, но все по той же причине арта может очень серьезно накинуть. Тут я даже на секунду особо не останавливался. Ну, конечно, можно было остановиться тут, стрелять на самом деле. Не так уж это было бы и опасно, я думаю. Но я все проверял арту, как она работает, потому что иногда арта очень серьезно накидывает даже по движущимся целям. Но, видимо, тут арта не стала вообще по мне стрелять пока что. Или просто куда-то в другое место сейчас сведено. Добираю тут Т-50, он тоже может светляк натворить дел, там залететь, арту посвятить, так что его обязательно нужно уничтожать. Отличная картина у меня тут. Тип 59 прострелий, FCM добивают. Немного помогаю своему совзводному на Паттоне, но типа уже заезжает за гору, и я, в общем, пока что бросаю эту цель и ищу другую. Пока что смотрю, может быть, кто-то на центре есть, и по правде тут есть Е-75. Тут я хотел в башню попасть, но он попал в корпус. Е-75, конечно, цель очень бронированная. Пробить ее в лоб крайне сложно. Хотя сейчас с новой точностью, конечно, можно выцеливать даже с довольно большого расстояния всякие уязвимые места у противника. Е-75 стоковый. Можно даже было его, кстати, в башню пробивать. Но, опять же, я боялся, что мне может накинуть арта, поэтому отъезжал назад после каждого выстрела. Кто знает, может быть, арта бы и по правде бы кинул, если бы я там стоял, а может быть и нет. Ну, в общем, тут, как говорится, можно было и рисковать. Тут довольно странная ситуация произошла. Е-75 засветился только после выстрела. Зато я в кустах засветился сразу. Может быть, там просто был виден кончик корпуса. Точно я не знаю. В принципе, ситуация пока что неплохая. Среди этих типа 59 и FCM. Вот Е-75 куда-то выцеливает. Он, наверное, отвлекся на Паттона и в борт башни я ему накидываю. Тут я вслепую пытался по нему попасть все-таки. Может быть, он до сих пор там и стоит. Снова пытаюсь его посветить, но там много кустов и его не видно. В общем, думаю, как можно быстро его уничтожить. За маяком там идет бойня. Много противников там было, но наши выигрывают. И я решаю, что можно уже рисковать и еду вперед на Е-75. Пытаюсь уже подъехать поближе, чтобы 100% его пробивать. Тут, смотрите, немного не хватает углов. И я легко выцеливаю башню, потому что точность не сейчас позволяет. Даже на ЕСе третьем можно выцеливать сейчас довольно такие маленькие уязвимые места противников. Вижу, что моим может понадобиться помощь за маяком. И сейчас я туда отправляюсь. Подождал немного, когда пропаду из засвета. Там форш очень сильно всем накидывал, и его особо никто не мог пробить. Да, действительно, машины сейчас очень бронированные с лба. И вот я ему захожу в тыл, как говорится, и начинаю его дамажить. Еще Лёва Шотман. Я его добираю. Ну и дальше форш уже не знает, куда ему деваться, потому что если он развернется, он понимает, что он труп. Но он и так труп. Правда, удается ему еще один раз забрать его со взвода. Ну и тут понятно, что мы уже побеждаем. А это как бы развязывает мне руки. То есть могу я действовать сейчас очень агрессивно, ну как мне показалось. И изучу вперед, чтобы какую-то там цель найти, самую уязвимую, которая сейчас меньше всего. Представляет опасность. Очень хотелось мне тут еще подамажить. Я думал, ну ладно, там рискну. Может, если повезет, то возьму мастера в этом бою. К тому же, если сейчас я не потороплюсь, то мои союзники приедут и уже всех быстро разберут. И я не смогу еще подамажить. Тут меня, конечно, светит супер першин. Потому что рентгеном я уже был в его зоне видимости. Пытаюсь как-то аккуратно его выцелить в башню, и получается. Как-то не очень у меня получилось. Стреляю. Промахиваюсь. Супер першин, конечно, на голде. Ну, я его пытаюсь дамажить. Он отвлекается куда-то, и сюда на меня едет. На 704-й объект. Что, конечно, довольно печально. Потому что... Конечно, он меня с выстрела заберет. Нужно было, конечно, похитрее действовать немного. Может быть, тут он меня и не доставал, но все-таки он меня уничтожает. Не знаю, скорее всего, если бы я стоял бы, все равно бы он меня бы уничтожил. Тут, конечно, чуть-чуть я поторопился, но все-таки нанес 5200 дамага. В общем, вот такие динамичные бои на 54-ке. Танк просто отличнейший. Всем советую. И на этом все. Сейчас будет результат боя. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!